всем привет доброе утро и надеюсь что вы не испугались и наоборот смотивировались чтобы также нанести масочку приклеить патчи поухаживать за собой у меня между прочим сегодня вообще полная программа 1 недели 3 наверное я больше занималась какими-то домашними делами и как я написала в инстаграме спустила тормоза и не парила сейчас вот я понимаю что я чувствую даже по себе что у меня больше желания что-то делать именно для себя так что вы видите у меня сегодня полная программа и маска для лица и патчи даже маска на волосах что крайне редко случается а сейчас никто никуда утром не торопится даже если будешь делать что-то на компьютере с маской если у тебя конечно нет какой-то конференции утренние или телефонных звонков по skype то можно себе такое позволить и я как видите пользуюсь случаем патчи у меня те же которые показывала вам сегодня на лице вот эта масочка от филаргии и последний раз очень классная очень люблю можно использовать как курсом так 1-2 раза в неделю она увлажняет осветляет выравнивает оттенок кожи смягчает лицо и вообще делает нас свежее обязательно когда-то ее повторю также пришел мой небольшой заказ звук фантастик я выбрала себе кое-что интересное и очень хочу вам порекомендовать некоторые средства оставлю вам тоже ссылки внизу значит смотрите я нашла интересную марку рен когда-то я слышала об этом уходе и меня заинтересовала масочка с гликолиевой кислотой я нашла набор у них там часто встречаются какие-то выгодные наборы проходят акции и скидки поэтому я чтенько к ним заглядывала мне немножечко обсыпала бывает такое разместь знаете и хотелось успокоить лицо очистить его и убрать какие-то воспаления вообще честно говоря у меня было такое настроение что хотелось нанести какую-то волшебную маску и его оказалось вот это я считаю что и вполне можно использовать даже в теплое время года она идет с гликолевой кислотой с молочной кислотой и он господи сегодня лицо просто в сто раз лучше чем до этого и помимо вот этой масочки в наборе была еще detox и успокаивающая но вот это у меня уже в хотелках а на волосах у меня маска она кстати недорогая здесь очень большой объем как видите и мне понравился состав очень достойный много натуральных масел и она так хорошо питает восстанавливают волосы я даже собираюсь не сделать домашнее ламинирование думаю в одном из следующих логов мы с вами вместе протестируем но как маска на 10-15 минут очень классная достойная обратите на нее внимание видите у нее такая плотненькая консистенция причем она подойдет для всех типов волос она их не утяжеляет но хорошо работает и пахнет чем-то таким сладко свеже натуральным но это очень приятная душка и она даже ничем не подкрашена я обязательно поделюсь с вами ссылочками внизу и также я скорее всего ближайшее время куплю вот эту маску в полном размере потому что она меня очень порадовала поляки и бутерброды они называют их канапками это два неразлучных понятия и очень часто польские семьи на завтрак и на ужин едят именно бутерброды и даже с маленьких лет детям могут давать на ужин бутерброд меня это всегда удивляло но помимо какой-то колбаски и помимо какой-то ветчины они постоянно придумывают разного плана пасты они называют это постами то есть что-то перемолотое что-то там раздавленная вилочкой что-то смешанное что-то что можно намазать на хлеб на наш бутерброд вот и сегодня я буду готовить яичную пасту я знаю что паста это немножко другое но я как-то привыкла так говорить знаете самое простое но самое вкусное отпуск все равно по ходу дела отменяется мы собирались в италию так что закатали свою губу обратно нам понадобятся яйца майонез если вы не едите майонез то можете использовать сметану и тогда побольше соли и побольше перца мы сегодня прямо идем во все тяжкие будем есть майонез подумаешь соль перец и секретный компонент холодильник так забит что уж сложно открываются дверцы где он где он это зеленый лук это с чем я обожаю есть вот эти яйца это темный такой ржаной тяжелый плотный хлеб немного с кислинкой сама не умею делать закваску но подумываю научиться недавно решила сделать малым булочки из печь и вы представляете кинулась в магазин а у нас нигде нет дрожжей и у нас даже пишут статьи на эту тему и наверное все такие же умники как я решили не ходить в магазин а печь хлеб дома поэтому все размере ждем новую поставку и еще зеленый лук огурец и салат господи это это просто взрыв мозга и выспался ребенок ну ты хоть на этом карантине выспишься ей богу секрет в том чтобы не мельчить правильно и об футболку руками отлично за три секунды так футболка в стирку помыть пол девочки и мальчики это капец нравится твой каникулы наш поднимаем ты на меня смотришь булка что-то с ним сделать с пола съел и гнат как некрасиво там же бактерии вот тебе блин и карантин высушила волосы нанесла свой любимый уход это все проверенное то о чем я вам рассказывала то что максимально быстро приводит мою кожу в порядок это тоник с центелла азиатской вот эта сыворотка от аурелии она настолько хорошо мне подходит я ее так сильно люблю что у меня осталась одна трезь я стараюсь экономно ее расходовать но так хочется чтобы она постоянно была моей уходовой рутине я уже заказала себе новый флакончик и так как на лице есть несовершенство то выбрала вот такой немножко тонирующий крем но лечащий от доктор джарт и здесь тоже центелла азиатская еще и spf 30 и заменила свой крем который у меня закончился под глаза на вот это тот и кукинг я когда впервые его намазала почувствовала такой лифтинг прям это ощущается и думаю сейчас как стянет но нет он очень хорошо увлажняет приятная консистенция такое темное стекло еще 30 миллилитров надолго хватит и что-то еще на все сухие места я сейчас использую универсальный бальзам от доктор лип он смягчает он заживляет и вчера у меня были такие потрескавшиеся руки даже вот на косточке его мазала и поверх крем сегодня уже гораздо лучше напишу вам внизу все названия кому интересно а сейчас у меня настроение накраситься а а Продолжение следует... Ровно стоит камера? Вроде ровно. Все. Покажусь вам еще при дневном освещении. Вот такой у меня сегодня получился макияж с акцентом на глаза. Я так соскучилась, я получила огромное удовольствие от нанесения макияжа, от самого процесса. Дело даже не в том, что я люблю себя больше накрашенной, конечно, ярче. И я даже в каком-то плане приняла себя не накрашенной. Я светлая блондинка, у меня светлые ресницы, светлые брови, там очень тонкая кожа светлая, и просвечиваются какие-то венки. Я не знаю, я каждый день вижу себя такой в зеркале, поэтому сложно не привыкнуть к себе. Но я люблю косметику и уходовую декоративную. Я могу очень долго что-то перебирать. Мне нравится пробовать что-то новое, мне нравится наносить тени. И пусть даже каждый раз это приблизительно одинаковый макияж, мне в кайф. Я это обожаю, этого не отнять. Вот, и за 3-4, сколько мы там уже сидим, короче, за все это время я красилась всего несколько раз, поэтому сегодня прям, знаете, так от души, скажем так. Я как-то показывала вам или только в инстаграме говорила, что я купила вот эту палетку от Наташи Диноны. Она называется Camel. И здесь такие более теплые, золотисто-коричневые оттенки, очень красивые. Мне так нравятся эти тени, что я решила заказать себе еще и холодную палитру. Кстати, она уже никак не называется, просто номер 2. Тоже брала ее на Look Fantastic. Лилово-фиолетовая гамма, но здесь есть еще и очень красивый светлый оттенок, который можно нанести в уголок глаза или же на все веко, как захотите. И, кстати, эти тени еще красивее смотрятся в реальной жизни, чем вот так в камере. И нет, мне кажется, таких акцентов, хотя я могу ошибаться. Потом сама посмотрю, они мягчайшие. Это новый уровень теней, новое качество от Анастасия Баверли Хиллс. И эти, это мои самые любимые тени на данный момент. И вот эти две палетки, вчера в инстаграме шутила, что можно их поставить и медитировать на них. Идеальное сочетание теплых и холодных, правда? Очень красиво. Они такие прям пигментированные, они шелковистые, они очень хорошо тушуются. Я прям не могу нарадоваться. И также из нового у меня пудра Байтери. Я ее присмотрела в Париже, когда мы были с Викой. И все думала, нужна она мне или нет. Она у меня в оттенке Apricot Glow. Я люблю вот так кисточку и сразу вместо румян. Или в качестве румян, наверное, не вместо. Очень красивый персиково-золотистый оттенок. Я еще обязательно сделаю обзор на эти средства, но мое мнение точно не изменится. Я оставлю вам все названия, все там оттенки внизу в инфобоксе, как обычно. Я вот так сижу с вами, болтаю и понимаю, что слишком долго тихо. Это начинает быть подозрительным, поэтому я иду проверить, потому что я даже не представляю, что меня там может ждать. Бомба! Папа организовал подставки. Достала была на Европале. Что такое огромный кастер? Что? Ну на огне он нас горит. Колбаса горит на огне. Секай, Игул, бо огень się поднес. А, бо палета się zaczęла палить. Холера. Тримай. Игнаш, я с тобой буду жарить сейчас. Да, я тебе помогу, хорошо? Дома достал мангал, у нас холодно. Причем он в спортивном костюме, а я в угах и в зимней куртке. А я пью за спорт. Да, спортсмен. Вау, какие у тебя там цветочки красивые, ничего себе. У нас брюдные буты, вот здесь. Может, ты сбоку даже снимаешь. Сегодня я не готовлю ужин. Уж извините. Три недели этим занимаюсь. Не только ужином, а вообще нашим питанием. Поэтому Томак разморозил колбаски, и они жарят. Ой, как я рада, как будто пересадили меня. У нас это растение уже очень давно, по-моему, еще даже со старой квартиры, с того дома, где мы жили раньше. И если я не ошибаюсь, то это фикус. У нас Томак по растениям, но его покупала я. И он так долго был в небольшом горшочке, ему явно уже там не хватало места. Мне аж неудобно было перед цветком, потому что, знаете, вы в ответе за тех, кого приручили. И это была моя вина. Он столько раз переворачивался. И я постоянно говорила, да, я им займусь, я им займусь. А тут у нас воскресенье, день порядка. Я перебирала еще раз детскую обувь после зимы. Куртки, все развешивала, раскладывала обувь. А Томак занимается растениями. И вот он его пересадил, помыл. И я думаю, что спустя несколько недель он оживет, заживет по-новому. Наконец-то до него дошли руки. Сегодня на обед я решила приготовить гуляш. Обожаю с гречкой. Обязательно попробуйте, вы точно зацените. Нам понадобится свежее мясо. У меня телятина, но вы можете взять даже индейку или курицу. Только не филе, а советую взять бедрышки и все без костей. Я заранее нарезала мяско, такими вот небольшими кусочками. Что еще? Из овощей не такая большая морковь. Я планирую сделать из нее салат. Она начала портиться, так что она первая у меня на очереди. Что нужно поскорее использовать? Где-то, ну вот половинку, да. То есть средней величины морковку берем. Также можете добавить шампиньоны, если вы их любите. Дети как-то постоянно выбирают. Так что я решила сделать без шампиньонов. Несколько луковиц среднего размера. Если есть красный, берем красный. Нет, значит обычный. Одна красная паприка. Несколько зубчиков чеснока. И у меня также небольшой корень петрушки. Я люблю добавить, но это не обязательно. Также прямо в гуляш я буду класть квашеные огурцы. Еще томатная паста. Она у меня от мамы. Ну, спокойно можете купить в магазине. Мне нравится та, которая продается в отделах с итальянскими разными вещами. Называется пассата. Из приправ. Сладкая молотая паприка. Немножко корицы. Но она даже особо не будет ощущаться. Просто будет такой как бы пряный привкус немножко. Лавровый лист. Душистый перец. Здесь что спрятано? А, черный перец, который у меня закончился. Его нужно перемолоть. Прованские травы. Если нет, заменяем на майран. И, что это, а, корицу я собираюсь пересыпать сюда. Нарезаем овощи кубиками. Или можете даже измельчить в блендере, как сделаю я. И тем временем поджариваем мясо. Мясо уже поджаренное. Теперь займемся овощами. Если у вас есть две отдельные сковородки, то здорово. Если нет, то так как я. Перекладываем. Потом разогреваем растительное масло. Сначала кладем лучок. Поджариваем его дальше. Через чеснокодавилку. Чеснок и остальные овощи, нарезанные кубиками. Если у вас есть мощный комбайн с объемной чашей, то можете сделать так, как я. Я немножечко нарезала все овощи. Я раньше так делала со своим маленьким блендером. И это тоже работало. Всякие салаты там делала. Короче, смотрите. Кладу лук, паприку. В принципе, все, что я сюда наскладывала. Потому что у меня же здесь сразу в термомиксе все будет поджариваться. Но это вообще как бы не суть. И огурчики. Огурчиков я кладу немного. Огурцы мы тоже кладем на сковородку, если что. И все овощи должны протушиться вместе. Ставлю на 8 секунд на 5 оборотах. Так как у меня прилично овощей. Такая каша-малаша. Измельченные овощи. Видите. Теперь берем кастрюльку. Я буду продолжать готовить здесь. Соединяем все вместе. Вот. Сюда же наливаем нашу томатную пасту. Она у меня довольно жидкая, как видите. Это мое креативное открывание. Потому что я нигде не могла найти эту штуку. И, значит, если она у вас погуще, то еще немножко разбавляем водой. Чтобы это могло протушиться все вместе. Овощи, мяско. Да, и потом это станет гуще. Но воды много не доливайте. Там вот столичка в стакане, наверное. У меня прилично мясо, так что я беру целых 4 душистых перца. 2 лавровых листа. Где-то чайную ложечку рованских трав. И 3 чайных ложечки неострой красной паприки. Приблизительно пол чайной ложечки корицы. Больше не надо. Чайную ложечку сахара. Это по желанию. И черный перец. В конце соль по вкусу. И тушим это все от 20 до 30 минут. В зависимости от того, какого у вас мяса. Периодически помешиваем. И смотрим, если гуляш слишком густой, то доливаем немножко водички. Чтобы он также не пригорал. Пальчики оближешь. Также очень вкусно с огурцами, со сметаной. С таким салатиком, типа весенним. Или с квашеной капустой. И отварила гречечку. Горячая. Сейчас зову всех обедать. И гречку я люблю с маслом. Я могу без ничего есть. Кстати, у нас как-то не скупают гречку килограммами. Бабушка подарила Захару очень оригинальный подарок на день рождения. Точнее, это только часть. Короче, аист, который показывает, с какой стороны ветер. Видите, сегодня очень-очень спокойно. У нас уже наконец-то прорезаются листья. Два раза в год приходит садовник, чтобы посмотреть, все ли в порядке с нашими растениями. Также у Томака не хватало времени поубирать лишние ветки. Так что они всем занялись. И еще чем-то посыпали газон, каким-то удобрением. Ты как ленивец там. Игнашик, не трогай его. Я и так переживала за мою магнолию. Пережила она зиму или нет. Потому что у соседей она уже готова свистеть. А наша только вот-вот. Но я все равно держу за нее кулачки. Вроде как она пришла в себя. У нас здесь еще одна кормушка, которую мы купили в магазине. Ну, просто так они продавались и взяли. И не обращали внимания. Оказывается, что птички вот за какое-то время съели половину корма. Половину семечек, которые здесь есть. Так что я не зря повесили. Приближается католическая Пасха. Я как подумаю, какой дурдом будет в продуктовых магазинах. Наверное, даже завтра, в четверг, Томок возьмет выходной день. И поедет чуть раньше. И что это значит для меня? Что я буду сегодня снова составлять план того, что мы будем есть в ближайшие дни. И также, что будет на нашем праздничном столе. Конечно, вы можете думать по моим влогам, что я каждый день там что-то изысканное такое готовлю. На самом деле, нет. Все очень просто и быстро. И у нас вполне себе может быть на обед какой-то овощной суп. Томок такой не ест. Ему нужен суп. И второе, суп на мясном бульоне желательно. Я не могу так каждый раз питаться. И я тоже не хотела бы, чтобы дети так кушали. Поэтому я могу сварить суп из ничего, ну типа там добавить рис или какую-то крупу. Какие-то основные овощи и перед подачей зелень и кусочек сливочного масла. Очень вкусно, между прочим. У меня мама так готовила. И вот когда я съем что-то такое, мне так легко. Я себя прекрасно чувствую. Я не могу каждый день есть что-то жареное. Что-то в панировочных сухарях. Что-то со сливками. Что-то такое тяжелое. Это мой желудок не выдержал бы. И вы знаете, в этот раз я как-то в ступоре. Я не знаю, что я хочу готовить. Вот серьезно. И вообще, я по-моему уже приготовила все, что мне было интересно. И вот сейчас думаю, а стоит ли устраивать праздник? Можете приготовить самый обычный обед? Чтобы все наелись и это все без понятия. Кстати, хочу поделиться с вами своим таким главным правилом на эти дни, недели. И хоть бы я не начала говорить месяц. И, кстати, у нас уже даже начали появляться статьи на тему того, что соседские европейские страны планируют уже выход из карантина. Поэтому я надеюсь, что это все не за горами и для нас. В общем, как только огласили вот этот карантин, я решила, что я не буду к тебе требовательна. Что я не планирую ничего сверхъестественного. Типа там тренироваться каждый день, каждый день краситься, каждый день играться с детьми в развивающие игры. Каждый день там что-то еще делать. Я все реально делаю по силам и по настроению. Бытовухи сейчас выше крыши. Поэтому какие там тренировки. Но все-таки, если нет какой-то физической активности, то потом и хуже спишь и вообще для того, чтобы разрядить обстановку, куда-то выплеснуть свои эмоции, получить дозу эндорфин. Потому что да, спорт, он также доставляет нам вот эти гормоны радости. Я делала какие-то очень легкие, даже это невозможно назвать тренировками, просто типа как гимнастику какую-то такую, что-то для растяжки, какие-то такие самые простые упражнения на самом деле. Но они хорошо влияют на самочувствие и вообще на физическую форму. У меня, честно говоря, на протяжении трех недель не было сил на такие тренировки, к каким я привыкла. То есть какие там тренировки. Я мечтала о том, чтобы дети поскорее легли спать, а то могу наоборот в кайф, когда они долго сидят. Думаю, ладно, не буду я лишний раз кричать, ну хоть не каждый день, ладно, признаюсь честно, потому что я тоже могу держаться-держаться там. Дыхательная практика, пойти позлиться в ванную и еще что-то. Но через несколько дней тоже могу не выдержать и высказать все, что я думаю. Потому что когда уже дети лягут спать, я знаю, что это время только для меня. А тут 11 часов вечера они не спят, потому что они что-то там делают с папой. Но его тоже можно понять. Он целый день работает, у него удаленка и он тоже хочет как-то время проводить с детьми. Поэтому я уже, знаете, лишний раз прикушу язык. И стараемся не выносить себе мозг по каким-то бытовым моментам. Получается с переменчивым успехом, наверное, как у всех сейчас. Но я вот понимаю, я это осознаю. И я даже не хочу там давать какие-то советы, как пережить карантин. Потому что у нас все-таки частный дом, у нас есть выход на свежий воздух. И сколько бы там соток не было, это все-таки дополнительное пространство. Это тоже какие-то другие активности для детей. Поэтому я четко понимаю, что нам в этом плане гораздо легче. Так же, как и всем людям, которые живут в частных домах или имеют возможность поехать куда-то к родителям или на дачу. Но, девочки, я вам так же скажу, давайте в следующий раз об этом поговорим. И молодые люди, извините, пожалуйста, я почему-то постоянно обращаюсь так к девочке. В общем, зрители, давайте поговорим об этом в следующий раз. Я пережила свой личный карантин с ребенком после операции. И тогда рушился мой личный мир. И самое огромное счастье было в том, что Захарка выздоровел. Но это было очень-очень сложно. И я сидела в четырех стенах в квартире. Вот это было очень жестко. Так что то, что происходит сейчас, для меня это и так лучше, чем то, что было. И тогда именно, когда Захарке стало лучше, я начала вести свой канал. Потому что мне казалось, что я сойду с ума. Вот реально, я вам говорю, что я так плохо, как тогда никогда не выглядела. У меня столько волос выпало. Обещала в следующий раз рассказать. Мне уже и так половину выдала вам. Ладно, давайте в следующий раз поболтаем. Спасибо, что вы были с нами. Если влог вам понравился, вот так, такой, обо всем, да, то не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.